Несколько дней назад курганские предприниматели посетили Шадринск, чтобы познакомиться, насколько коллеги по бизнесу эффективно использовали денежные гранты правительства области. Началась экскурсия с осмотра производства жестяных изделий, востребованность которых в районе заметная, а потому у предприятия уже есть постоянные заказчики. Мы очень неравнодушны к нашим молодым предпринимателям. Мы переживаем, когда они начинают свое дело, помогаем им в дальнейшем становлении. Ну и сегодня я оцениваю, что молодые предприниматели действительно у нас инициативные, действительно у нас энергичные и есть на что посмотреть. Мы надеемся на них, что это идеи, которые действительно воплотились сейчас в жизнь, и мы уже пожинаем какие-то результаты, мы видим уже сегодня предприятия. В Шадринской курганце посетили рекламное агентство с весьма позитивным названием «Ура». Новые знакомства, новые контакты, возможно, какие-то будут дальнейшие деловые отношения между Курганом и Шадринском, то есть лично у меня уже есть кое-какие наметки в кое-каких направлениях. У меня цифровая типография, то есть изготовление бизнес-сувениров, печатной продукции. Сегодня мы в рекламном агентстве с аналогичной продукцией, с аналогичной работой познакомились. Шадринские предприниматели запросто делились полезной информацией, полученной в ходе уже приобретенного опыта. К примеру, у руководителя пункта проката необычного для Заураля спортинвентаря, похоже, не было секретов от коллег о тонкостях своего бизнеса. То есть помимо того, что он сезонный, то есть это 3-4 месяца в полгода, то есть в год порядка 6-8 месяцев я просто сижу без работы, да? Помимо этого, даже еще в сезон я могу сидеть тоже без работы, зависит все от погоды. То есть, допустим, в прошлом году не было совсем снега, да? Соответственно, у меня никто не брал ни сноуборда, ничего. То есть просто оно негде было, везде асфальт лежал. То же самое было одно лето назад, то есть это лето было нормально, а предыдущее лето было очень дождливое, да? То есть там чистых рабочих дней получилось, ну, чуть меньше месяца. То есть вот так вот сильно я завишу от факторов. Я могу за дни выходные заработать, допустим, порядка 10 тысяч рублей, да? А могу, то есть за всю неделю заработать только тысячу рублей. Весьма полезным, конечно, оказался опыт шадринского предприятия «Дельта-технология», которое в бизнесе с самого начала его появления в городе вообще. Руководителю было чем поделиться не только с начинающими предпринимателями, но и уже довольно опытными. Уже что-то должно получиться. Вот. Предпринимателям это, скорее всего, даст общение и понимание того, что они могут заниматься еще чем-то. То есть они вот у нас, ну, варятся в одной кашке в своей вот маленьком каком-то мире, а когда видят, чем занимаются другими, другие предприниматели, они начинают думать о том, почему бы мне и чем-то еще не заняться. Они смотрят на опыт. Вот мы сегодня были на крупном предприятии. То есть не только на мелких, мы специально показали еще одно крупное предприятие, чтобы ребята реально видели, куда можно развиваться. Побывать в Шадринске и не посетить Спасо-Преображенский собор, а в районе дом-музей Мальцева, было бы непростительно посчитали гости, понимающие, что бизнес бизнесом, а надо бы и о духовном багаже позаботиться. Одним словом, поездка оказалась со всех сторон полезной. Я пообщался со своими коллегами, то есть у себя в городе я бы их назвал конкурентами, здесь я могу людей назвать коллегами, то есть мы поделились опытом, что-то я рассказал, что-то мне подсказали, то есть у нас одинаковые направления нашей деятельности, но мы здесь являемся, скажем так, не конкурентными, у нас разная среда, то есть мы можем без всяких сомнений поделиться каким-то опытом, именно так вот уже практически по-дружески, скажем так.